Кто забил самый красивый гол в прошлом сезоне Лиги Чемпионов по футболу и чем танцы Терезы Мэй не понравились пользователям сети? Об этом они только далее в нашем обзоре. Тереза Мэй порадовала соцсети своими танцами в Кейптауне. Во время визита в Южную Африку гостю из Лондона развлекали танцевальным номером местные школьники. Британский пример не устояла перед зажигательными ритмами и попыталась воспроизвести движение детей. В интернете хореографические способности Мэй не оценили. Назвал неуклюжими и нервными. Президент Венесуэлы презентовал план по продаже населению золотых слитков. Николас Мадуро решил пойти на такие меры из-за гиперинфляции национальной валюты Боливара. Мол, таким образом венесуэльцы смогут сэкономить. Золотые слитки весят до 2,5 граммов и будут введены в оборот с 11 сентября. Хотя на руки люди получат только сертификат о владении. При городе Лос-Анджелеса на аукцион выставили экспонаты из аттракционов Диснея. Все они из коллекции голливудского агента Ричарда Крафта, которую он собирал в четверть века. Это около 900 наименований. Экспонатов оказалось так много, что выставку пришлось разместить в бывшем спортивном магазине. Организаторы уже выторговали 8 миллионов 300 тысяч долларов. Часть заработанных денег Крафт отдаст на лечение детей. В Гаване приготовили самую большую порцию национального коктейля Куба Либре. Его название переводится как «Свободная Куба». Количество рекордного напитка – 1000 литров. Специально для него организаторы изготовили двухметровый стакан и использовали 200 литров рома. После установления рекорда коктейль разлили в маленькие рюмки и угощали всех желающих. В УЕФА назвали лучший гол прошлого сезона. Это эффектный удар экс-форварда Реала Криштиану Роналду в ворота Ювентуса, который он забил через себя. Это случилось в 1-4 финала Лиги Чемпионов. Тогда мадридский клуб выиграл выездной поединок со счетом 3-0. Победителя определяли путем онлайн-голосования. Сейчас Роналду выступает уже за Ювентус.